Итак, давайте разберем задачу. Нам нужно просуммировать все числа от 1 до 100. Для этого воспользуемся алгоритмическим приемом, который называется сумматор. Сумматор – это переменная, в которой хранится сумма. Давайте разберем на примере. Итак, мы заводим переменную целого типа, называем ее сумм, в котором хранится начальное значение 0. Внимание, в нем мы будем хранить сумму всех чисел. Итак, давайте построим таблицу того, как будут изменяться наши переменные. Итак, у нас есть переменная сумм, и у нас есть переменная и. В начале переменная сумм равно 0. Итак, начинаем выполнять цикл for. У нас первое значение и равно 1. 1 меньше либо равно 100. Да, значит, мы заходим в цикл и выполняем строку. Итак, в этой строке у нас берется значение сумм. Оно равно 0. Прибавляется значение и. Оно равно 1. Вычисляется 0 плюс 1 равно 1. И записывается в переменную сумму. Далее у нас выполняется инкрементирующее выражение. То есть и становится равным 2. Проверяется условие 2 меньше либо равно 100. Да. Заходим снова в цикл. Опять берем значение сумм. Оно равно уже 1. И прибавляется значение и. То есть оно равно 2. 2 плюс 1 равно 3. И записывается снова в переменную сумму. Итак, заметим, что в переменной сумм на каждой итерации цикла хранится сумма предыдущих чисел. То есть, каждая сумма текущей итерации зависит от предыдущей суммы. Данный алгоритмический прием очень часто используется во многих задачах. Например, давайте рассмотрим следующую задачу. Нам нужно просуммировать 100 чисел, которые вводятся с клавиатуры. Итак, так как нам нужно найти сумму, опять воспользуемся сумматором. Итак, заводим переменную сумму, которая равна 0. В нем мы будем хранить сумму всех чисел. Итак, заводим переменную number, в котором мы будем хранить каждое число. Чуть-чуть попозже вы узнаете, почему в одной переменной хранятся каждое число. Итак, заходим в цикл. Давайте опять нарисуем таблицу. У нас есть переменная сумм, у нас есть переменная number, и есть переменная i. В начале сумма равно 0, и все. Итак, начинаем выполнять цикл. i равно 1. Итак, в переменную number мы записываем то число, которое ввели в консоли. Итак, допустим, нам ввели число 5. Записываем в переменную нам. Итак, как мы помним, чтобы воспользоваться алгоритмическим приемом сумматором, нужно взять значение переменной сумм, добавить то число, которое мы хотим просуммировать, и снова записать в переменную сумм. То есть в данном случае здесь будет 5. Далее у нас выполняется i++ и становится равным 2. Опять в переменную number теперь записывается новое значение, которое нам ввел пользователь. Допустим, он ввел 7. К значению сумматора, то есть к 5, добавляется переменная number, то есть его значение 7. То есть в сумматоре будет значение 12. Теперь понятно, почему в number будут храниться все числа, которые ввел пользователь. Так как на каждой итерации цикла наше значение переменной перезаписывается. И после цикла выводим переменную сумму. Давайте зададимся вопросом, почему именно после цикла выводится значение переменной сумм. Что будет, если мы будем писать команду console.writeLineSum внутри цикла? Будет следующее. Мы на каждой итерации цикла будем выводить текущую сумму. То есть в начале будем выводить 5, потом 12 и так далее. Так как мы хотим посчитать сумму всех чисел, а все числа мы введем только после того, как мы закончим работу в цикле, то в переменной сумм будет храниться вся сумма чисел только после цикла. Следовательно, значение переменной суммы мы выводим после цикла.